Органайзеры и вещи для дома, которые можно использовать не только по их прямому назначению. Сегодня я поделюсь с вами интересными идеями, которые подсказали мне подписчики, а также тем, что недавно стала использовать я не по делу. Всем привет, меня зовут Саша. У меня есть вот такое ситечко из Fixed Price. И недавно я увидела такую идею. Оказывается, помимо использования его для заваривания чая, можно наполнять ситечко сахарной пудрой и посыпать всевозможные десерты. Я решила попробовать и этот способ действительно сработал. Теперь, если я готовую блинчики, то посыпаю их сахарной пудрой именно через это ситечко. Наверняка вы видели вот такие сушки для посуды. И я ее приобрела в Fixed Price. Но использовать эту подставку можно не только для тарелок, а также для хранения книг, документов и прочие вещи, которые нуждаются в вертикальном хранении. В книге Ремоделиста подобные сушилки вообще используются для хранения сумок. Их можно поставить в шкаф. И таким образом маленькие неустойчивые плачи хранить удобней. А моя знакомая рукодельница, которая работает с гипсом, использует эту подставку для готовых изделий. Посмотрите, как это удобно. И как бы вы использовали эту сушилку? Напишите в комментариях. Следующая идея принадлежит моей подписчице-художнице. Она использует вешалку для брюк, для того, чтобы хранить свои рисунки. Давайте попробуем повторить эту идею. Для начала я решила проверить, сколько вообще рисунков способна выдержать моя вешалка для брюк. Оказалось, прищепки на этих вешалках выдерживают вот такие толстые пачки бумаги. Спасибо, моя зрительница, за такую классную идею. Я о ней еще нигде не слышала. Можно повесить эту вешалку на любой крючок или в шкаф, где есть штанга. И мне эта идея очень понравилась. Во-первых, потому что таким образом можно навести порядок в шкафу или в ящике, где хранятся детские рисунки. У меня обычно это целые стопки рисунков. И гораздо удобнее и компактнее хранить эти рисунки на вешалке вертикально, где-нибудь в шкафу. Тогда в выдвижных ящиках будет порядок и больше свободного места. А еще с помощью вешалки для брюк можно устраивать вот такие выставки, закрепив на ней несколько рисунков и повесив их на видном месте. Как вам такая идея? Когда-то очень давно я купила ароматическую свечку вот в такой стеклянной баночке. Когда свечка вся выгорела, я освободила баночку от воска, тщательно вымыла. Решила, что потом придумаю, как ее можно использовать. И пока баночка высыхала рядом с раковиной, я начала готовить ужин. И я поняла, что у меня осталась половина луковицы, которые нужно убрать в холодильник. А так как специальной емкости у меня нет, я огляделась вокруг и увидела эту баночку от свечки. И вы знаете, мне так понравилась эта идея, что я решила с вами ей поделиться. Во-первых, это удобно, красиво, из того, что под рукой. А это камера видеонаблюдения Acara Camera Hub G3 для обеспечения домашней безопасности. Очень милая, правда? Я часто получаю вопросы в комментариях, стоит ей только мелькнуть видео. Помимо съемки видео о высокой четкости 2К, она распознает жесты, лица и является центром умного дома. И способна соединять в одной сети до 128 устройств Acara по протоколу SIGBI 3.0. Я управляю умным домом через мобильное приложение Acara Home. Также возможно управление с помощью голосовых помощников Алиса, Маруся, Сири, Салют, а также Mi Home. Это очень удобно, когда вдали от дома есть возможность следить за безопасностью жилища и своих домочадцев. Например, когда подрастающий ребенок начинает оставаться один дома, такое устройство поможет снять родительское беспокойство. Ведь для того, чтобы увидеть в режиме реального времени, что происходит у нас дома, достаточно открыть мобильное приложение Acara Home. Благодаря функции видео вызова можно не только увидеть, но и услышать, что происходит дома, а еще поговорить с человеком, находящимся по ту сторону камеры видеонаблюдения. Нажав специальную кнопку, я могу начать видеозапись, которую можно сохранить как в облачное хранилище, так и на карту microSD объемом до 128 гигабайт. На камере установлен широкоугольный объектив, угол обзора 360 градусов, разрешение 2304 на 1296 пикселей. Есть поддержка автоматического поворота за вошедшим в комнату человеком или животным, а для сохранения конфиденциальности и приватности предусмотрена защитная шторка камеры. Также в камеру встроен инфракрасный порт, с помощью которого можно сделать обычные устройства, поддерживающие управление через инфракрасный порт, умными. Например, кондиционеры и очистители воздуха, телевизоры и прочее. Как по мне, камера видеонаблюдения Acara это очень удобное, технологичное и доступное устройство, которое упрощает быт и жизнь ее владельца. Я заказывала ее на Озон, и если вы тоже хотите сделать свой дом безопасней и современней с помощью камеры Acara, то у меня есть промокод на скидку 1500 рублей при покупке до 7 сентября. Тканируйте QR-код или проходите по ссылке в описании. Если у вас дома без дела стоит супница или глиняный горшочек, то можно их использовать для хранения и подачи шашлыка. Раньше я брала обычную кастрюлю, но шашлык в ней быстро остывал. А в этой емкости шашлык дольше остается теплым. Если вы давно подписаны на мой канал, то наверняка знаете, как я люблю подносы. У меня есть целое видео с кучей идей по использованию этого прекрасного предмета в домашнем хозяйстве. Но сегодня я поделюсь еще несколькими идеями. Хочу сказать, одну из этих идей мне подсказала подписчица. Первое, что я делаю на подносе, это высушиваю различные травы, которые потом добавляю в чай. Например, мята. Это сделать очень удобно, если сложить траву на поднос, потом поставить место, где она будет сушиться. Все это хранится аккуратно. И потом прямо с подноса я сгружаю эту зелень в емкости для хранения. Также подносы я люблю использовать для заморозки различных продуктов. Например, сегодня я решила заморозить помидорчики. Порезанный помидор я складываю на коврик силиконовый, который постелила на поднос. И затем отправляю в морозилку. После того, как все помидоры заморозятся, я всыпаю их в один общий пакет. И когда мне нужно что-то приготовить с помидорами, просто беру и выкладываю их из пакета. Таким же образом можно замораживать ягоды. И получается, что ягоды или овощи у нас по отдельности замораживаются, а не общим комом. И извлекать их из пакета порционно потом удобнее. Также зрительница написала мне, что она с помощью подноса пересаживает свои комнатные растения. Я предполагаю, что у моей зрительницы все-таки поднос побольше. Потому что в том подносе, который использовала я, сделать это было не очень удобно. Но я все равно решила эту идею осветить, потому что кому-то она может оказаться полезной. Кстати, спасибо, что делитесь своим опытом в комментариях. Это очень интересно их читать. И я уверена, что многие зрители моего канала черпают идеи не только из самих видео, но и из комментариев под ними. Так что еще раз огромное всем спасибо. Как только я увидела на Wildberries вот такой органайзер для хранения, сразу же поняла, что это то, что мне нужно. И хотя предназначался он для хранения средств для мытья посуды, тряпочек, губок, мне он был необходим совсем для другого. Я решила в нем хранить и сушить доски. Удобно, что этот органайзер имеет поддон, в который будет стекать вода с досок. Также поговорим о вещах, которым можно дать вторую жизнь. То есть, это не совсем органайзеры, а скорее те вещи или тары, которые у нас остаются от различных продуктов. Например, я активно использую вот такую ванночку, которая мне осталась от косметического набора, подаренного очень-очень давно. И в предыдущих роликах я уже показывала, как можно применять ее для хранения в доме. Сегодня я хочу показать еще одну идею ее использования. Я решила насыпать в нее бомбочки для ванны. В ванную насыпать бомбочки для ванны. Вот такая получается тавтология. И посмотрите, что у меня получилось. Мне кажется, смотрится красиво и интересно. Точно так же можно использовать любую прозрачную емкость, вазу или, может быть, банку необычной формы, чтобы организовать красивое хранение в ванной комнате. Также, когда в мои руки попадают продукты в каких-то интересных емкостях, я не сразу от них избавляюсь, а смотрю, как бы они могли мне еще послужить. Например, вот такая баночка отлично мне пригодится для хранения пакетов. Главное при этом правильно сложить эти пакеты, чтобы потом удобно можно было их вытягивать из этой банки. Я решила использовать вот такой способ. Конечно, на это пришлось потратить время, но оно того стоило. Теперь все пакеты аккуратно сложены, не занимает много места. И такую замечательную баночку мы пустили в дело. Пишите в комментариях, какие вещи вы используете не по их прямому назначению. Всем спасибо за просмотр. До новой встречи. Ваша Саша.